У нас есть общие ценности – это делать наш дом, планету Земля, более зеленым и экологичным. Елизавета Сидорова с раннего детства уверена – природу нужно беречь. И знает как. Признается, пока полностью отказаться от использования бумаги не получается, но сократить ее потребление можно. Всю информацию Елизавета записывает в телефон вместо обычного блокнота. Привычка полезная, считает девушка. Я стараюсь меньше ее использовать в жизни. Допустим, в магазинах я стараюсь не брать чеки, бумажные пакеты какие-нибудь. Чем меньше мы будем пользоваться бумагой, тем, я думаю, мы больше сохраним лес, природу. Экологическая акция уже не первый год объединяет активистов. Как эффективнее использовать бумагу и способы ее переработки обсуждали на встрече. Один из принципов, которого придерживаются сторонники охраны природы – хочешь изменить мир к лучшему – начни с себя. Самые простые экологические привычки, которые можно внедрить в свою жизнь – это выключать воду, когда вы чистите зубы, использовать контейнеры для обедов, меньше использовать одноразовые посуды. Это то, что не доставит нам каких-то неудобств в реальной жизни, но несет свой вклад в общее дело. С понедельника все желающие могут принести макулатуру в Самарский дом молодежи. Сдать для дальнейшей переработки можно старые книги, тетради, картонную и бумажную упаковку. Сейчас ввиду климатического кризиса и вообще обстановки в мире, глобального потепления и так далее, это актуально как никогда. Ребят нужно учить, нужно взращивать новые поколения и делать их более экологичными и осознанными. Собранную макулатуру утилизируют, а полученные деньги направят в приюты для животных. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. Сегодня мы будем говорить конкретно... Продолжение следует...